Здравствуйте, дорогие наши ученики. Мы продолжаем тренинг по мануальной терапии и сейчас переходим к ногам. Итак, что мы делаем с ногами, со всеми этими суставщиками. Массаж и подготовительная работа я не буду сейчас демонстрировать, просто продемонстрирую, что конкретно мы растягиваем сухожилия, связки вдоль всей задней поверхности ноги, с упором в нее, в тело, повездаем ногой в тело. После этого стопу, естественно, загибаем полностью на нее, так напрягаются икроножные мышцы, сзади чувствуешь, да? После этого подбиваем коленку под прямым углом голень с бедром оставляем, и вращаем коленку во всех положения, ищем, делаем предел, расслабляем ее, чувствуем чашечку, где она помягче, где пожестче. Подготавливаем ногу, можно чашечку растянуть вот таким образом, чуть-чуть приподняв ногу, подожди кулачок на нее, ставим пятерню свою, вот такой получается звездой, как бы, пятиконечная звезда. Устанавливаем на коленку, как раз попадаем на аккумуляторные точки, продавили их, растрясли, раскачали, в обратную сторону тоже самое поставили вверх, раскачали, чувствуем, как у нас ходит ходуном чашечка коленная, после этого доводим, вот по нашему принципу, то есть мы сейчас будем ставить мениск вот с этой стороны, с внутренней стороны, доводим ногу до предела, и раскачав, кидаем ее туда, раз, вот мениск поставился, теперь в обратную сторону, в принципе, делаем то же самое, придерживаем за бедро, раз, вот встался мениск, слышно даже было, да? Но не больно, нормально же, да? Далее, опускаем ногу на человека, прямо на его живот, насколько позволяет растяжка, придерживаем ее всю, и силой вдавливаем чашечку, размассировав ее в тело человека, после этого можно поставить колено на место, тем, что подставляем руку, если мы кулак поставим, будет больно, потому что пережимаются точки и нервы в икре, поэтому ушла через ладонь, поставили и продавили щелчком, можно далее продавить еще и стопу, то есть вот коленостопный сустав, здесь выходит и мобилизируется, для этого мы на верхнюю часть преснями кости, где вот она выпуклая, экватор стопы как не получается, накладываем свою ладонь и вытягиваем вниз и в сторону от человека, раз, тоже будет эффект щелчка, после этого мы можем поставить пятку на место, если у человека сколиоз, эта нога, как правило, бывает вынуждена длинить другой, то организм настраивается и подворачивает пятку, чтобы эту ногу укоротить, мы тогда берем за горень, укладываем свою руку с обратной стороны кальяна, то есть получается по диагонали относительно мерцовой кости, да, и разворачиваем, раскручивая сначала, уготавливая это место, потом пятку, разворачиваем в другую сторону и вниз, и в сторону. Следующий прием, берем за пятку отдельно, берем за стопу, стопу разворачиваем перпендикулярно, голени, да, массировали, растрясли, и раз, на себя такой резкий, живок на себя, как будто бы вздергиваем, бертеца на виселице, примерно вот такой вот эффект, тоже идет разбокировка и в пятке, и в голеностопном суставе. Положив ногу перпендикулярно, теперь мы можем размобилизировать связки, вот сейчас покажу на скелете, здесь получается в трех местах, раз, два и три, где плюс новые кости, вот здесь вот начинаются. Методом вращения, для этого нам нужно плотно между ладонями своими закрепить стопу, опять перпендикулярно разворачиваем, плотно держим, и вот сначала вот нижние кости, раз, щелчки уже были вторые и третьи, и в обратную сторону. Ну, данному пациенту в обратную сторону не нужно, ну, в принципе терпимо, да, смеешься ли? С пальцами тоже можно поработать с этой стороны, но я лучше продемонстрирую, когда у нас пациент будет лежать животом вниз, попой вверх. Перевернись, пожалуйста. Как раз у нас будет следующая нога неотработанная. А, нет, подожди, вернись еще раз назад, я покажу, что еще можно сделать с этой стороны. Если у человека, если дальше нерв валится, да, и, соответственно, он прижимается к версту бездинной кости, вот с этой стороны, ну, рядом он проходит, да, то можно вот эти вот мышцы короткие внутри раздавить, растянуть. Каким способом? Сначала отводим ногу в сторону, потрясли, можно тоже удержнуть. Развернули по 45 градусов, то есть по 45 градусов вверх, по 45 градусов в сторону, по 45 градусов развернули. Теперь развернули другую сторону по 45 градусов, потрясли, и далее поставили свою ногу стопой, под ребром стопы, да, под вот эту вот косточку, вот так вот диагонали получается. Любой ногой можно сделать, вот эту, допустим, вот поставили, и с верхними поворотами заметно, как она прокручивается. Можно, в принципе, даже упереться и пальцем большим, если позволяет организм. И так вот легонечко трясти, прокачать. Растягивая все вот эти вот крепления мышцы. Так, теперь разворачивайся обратно. Как я говорю, фиерийная часть вниз, вверх, вверх, вниз. Вот, что мы можем сделать с этой стороны, с ногами, это, соответственно, сначала ставим колено. Для этого мы поднимаем ногу перпендикулярно, голем, бедром, свою руку прямую, как стрела. То есть не надо сгибать ни тат, ни тат, ни в бок, никуда. А ровно от локтя до кончиков пальцев должно быть ровно и прямое. Упираемся в перепонку между большим пальцем и указательным, внутренней частью колена. Раскачали ногу. Расслабься, расслабься. Мы должны почувствовать, что пациент наш расслабленный. Для этого, если он не расслабляется, даже если вы сделали массаж, то можно его потрясти дополнительно. Поставить на перепонки своих ладоней стопу отдельно от голени. Вот мы поставили, потянули, потрясли, раскачали ее во все стороны. Вот уже чувствуется расслабленность. Видите, какие. Расслабленные мышцы стали расслаблены. Опять же, проверяем обидность как. Я вам говорил, что человек, он как змея, по идее, должен быть подвижный. Берем за пяточку или за носочек. Легко покачиваю. Смотрим здесь подвижность, в этих суставах подвижность, в бедре подвижность, в тазу подвижность. Ну, в принципе, видите, подвижность естественная. Задаю вращение, у нас сразу отражается здесь. Вот. Поставили, значит, руку стрелой сюда, прямой вектор, да, по 45 градусов. Здесь взяли за голень. Раз, скачали. И потом, одновременно, резкий удар вот туда под колено. Демонстрирую. Внимание. Раз. Поставилось колено. Оно бы щелкивает в этот момент. Следующее. Мы работаем со стопой. Передвигаем руку на середину бедра. Ногу опускаем. Закрепляем, закрепляя пятку, держая за свое предплечье, вот, закрепили, да, чтобы она не уезжала в бок. Рабочую руку переносим опять на экватор стопы, вот эту верхнюю часть. И вытягиваем всю стопу вперед и вниз. Вот слышим мобилизационный хруст при этом. Далее работаем с самой стопой. Значит, нам нужно отделить стопу от голеностопа, да, вот, вот, за лодыжку вот мы берем и стараемся вот это место раскрутить, расшатать. Как расшатываем? Первый хват берем за голень одной рукой, второй рукой. Хватаемся за стопу, вытягиваем большой палец вверх, как вот ракетку в маленьком теннисе мы держим, да, с большим пальцем. Вот примерно так мы захватили плотно стопу, да, расшатали ее резко вокруг лодыжки. Потом схватились за вот эту переходную часть, расшатали. Потом схватились отдельно за пятку, расшатали эту часть. Схватились за плюсневые кости и дальше как бы у нас нога разделяется на две части продольно. За большой палец расшатали его. И далее можно поставить в людей, у которых вылазит косточка, да, вот эта плюсневая. Что происходит? Вот многие женщины особенно жалуются, да, вот у них вылазит вот эта косточка. Это вот эта кость плюсневая вот эта. Она выходит наружу, а палец уходит внутрь. Получается вот выпирает. Ну и там крячик, соответственно, потом сдвигается. Пока это не стало большой косточкой, то есть ту, которую уже надо вырезать, да, мы до операции можем поставить, если это легкий случай, все это пальцами назад. Упираемся своей рукой в плюсовую кость, а здесь раскачиваем, вытягивая палец наружу и поворачиваю его в противо же сторону. Мы смыдаем друг за друга. Две косточки. Демонстрирую. Можно, конечно, даже одну руку сделать, то есть с указательным пальцем опереться в эту кость. А можно и двумя руками. Расслабься, расслабься, вытягиваем, расширкаем и потом раз вставляем. И также верхние части пальцев мы прохрустываем. Каким образом? Загибаем большой палец под прямым углом практически вот здесь. И своей рукой одеваем как будто бы петлю такую, как будто лассы накидываем на все пальчики. Накинули лассы и поддернули вот так. Накинули, поддернули. Накинули, поддернули. Накинули, поддернули. В данном случае прохрустело по одному суставу. Бывают в каждом пальце по три хруста. То есть на каждом суставе мы разблокировали. После этого поворачиваем пальцы внутрь стопы. И можно делать грубо, конечно, сразу взять все ладони и резко надавить. При этом ладонью мы сдерживаем саму стопу. То есть относительно стопы мы пальцы разворачиваем. Но это достаточно грубо. С девушками не рекомендую поступать. Будем делать помягче. С этой стороны, с внутренней, растерли пальчики. Размассировали их. Подготовили вот эти вот сухожилия, где они крепятся. И потом мягенько по одному раз, 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 раз. Продавили. Расслабили. Если человеку больно, просто дайте полежать, стряхните. Все это достаточно быстро проходит. Больно она такая. Секундное дело. Как маленько кусило, все проходит. Далее, плюсовые кости, вот в этом сочленении. Как я вам говорил, когда человек лежал лицом вверх. Вот это сочленение. Мы продавливаем вот сюда. И потом будем перпендикулярно стопу разворачивать. И поворачивать относительно трех вот этих вот сочленений. Демонстрирую. То есть вот. Растянули внутрь. Тоже может быть хруст. Растянули в эту сторону сухожилия. Растерли. Размассировали. И после этого нога должна быть перпендикулярная. Плотный захват обоими руками стопы. И делаем проворот внутрь. Раз. Два. Три. Перехватили руки. И в обратную сторону. Заметьте, тут достаточно нужно серьезное, сильное и резкое движение. Поэтому я хватаю плотно и двигаюсь практически всем корпусом. Раз. Два. Три. Ну, не в каждом месте будут хрустеть. И, в принципе, я вас предупреждаю, что у нас нет такой самоцели. Да. Обязательно довести до вот этого щелчка. Был щелчок или не было, не важно. Главное, мы подготовили сустав. Расшатали его. Мобилизировали. В нем теперь идет питание. Хрящевые ткани начинают диффузные закладывающие следы напитываться. Работа произведена успешно. Человек будет здоров и еще на долгие 2 года ему хватит ходить с этими своими собственными ногами. Спокойно, без боли быть довольным. Вот. Все практики мы отрабатываем на натуре. Поэтому приходите к нам на тренинги. А по видео многие нюансы, к сожалению, утекают мимо глаз. Вы много не сможете понять. Поэтому смотрите вы зря, но лучше препятать знания здесь прямо сразу на натуре. И внедряйте их в жизнь. А нам не забудьте поставить лайки. С вами был Олег Алабудин. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok